Девушки отдыхают Как так получилось? Об этом прямо сейчас в нашем обзоре. Разработкой Judgment занималась People Can Fly, польская компания, известная рядовым игрокам по Painkiller и Bulletstorm, которую несколько лет назад приобрели Epic Games. Judgment рассказывает о событиях, предшествовавших освобождению Маркуса Феникса из тюрьмы, а в центре событий находятся молодые Коул Трейн и Дэймон Прейт. Они со своей командой попадают под трибунал прямо посреди только что начавшегося вторжения Локустов. Вся история рассказывается в форме показаний, которые дают герою. Впрочем, если вы ждали от игры интересного атмосферного приключения в духе оригинальной трилогии Gears of War, то мы рекомендуем вам немедленно расстаться с мечтами. Очень быстро выясняется, что сюжета в Judgment практически нет, а необычное повествование — лишь повод провести игроков по набору карт с разнообразными челленджами. Всё путешествие разбито на короткие отрезки, за прохождение каждого из которых игра выдает бонусные очки. Почти всегда можно взять так называемую «рассекреченную» миссию, которая утяжелит прохождение нового участка. Герои на ходу сменят показания. Например, скажут, что у них закончились патроны, и вам придётся выполнять миссию по охране летающего бота с одними лишь пистолетами. Грубо говоря, Gears of War Judgment — вообще другая игра, а вот эти особые челленджи — одна из лучших фишек, придуманных разработчиками. На позиционные перестрелки оригинала People Can Fly просто забили. То, что творится на экране, скорее напоминает Bulletstorm. Враги лезут отовсюду в огромных количествах, а герои устраивают просто-таки настоящую кровавую бой. Челленджи превращают игру прямо-таки в киберспортивный аттракцион, где каждая секунда наделена каким-то невероятно быстрым, осмысленным действом. Одни добавляют на карту туман, затрудняющий видимость, другие напускают газ, искажающий ваше зрение, третьи запускают врагов со спины, четвёртые запускают таймер-бомбы и заставляют вас быстро пройти сложный участок. Несмотря на то, что действие игры происходит до событий оригинальной Gears of War, локусты выпускают на героев почти весь зверинец трилогии, а также абсолютно новых тварей. Появились любимые People Can Fly монстры, меняющиеся в зависимости от попаданий, причём им они удались явно лучше заражённых эмульсией ходячих щупалец из третьей части. Вернулся и глухой бронированный монстр из оригинальных Gears. Правда, герои Judgment сходу выжигают его из огнемёта, после чего тот становится уязвимым для обычных патронов. Вообще, польские разработчики — настоящие гении шутерной механики. Они моделируют фантастически интересные игровые ситуации, постоянно на тебя нападают толпы врагов, но каждый раз по-разному, а челленджи выводят всё действие на совершенно другой уровень. Но никакого Голливуда в этом нет, только чистая механика. Что там говорить, чуть ли не половина игровых отрезков сводятся к расстановке пулемётов и обороне от наступающих волн врагов, как в известном мультиплеерном режиме Орда. Для тех, кто привык воспринимать Gears of War как приключение, Judgment станет разочарованием. Накопив бонусные очки, правда, можно открыть компанию Aftermath, которая дополнит события третьей части, но и она не даст вам привычных ощущений. Всё это очень странно, потому что тот же Bulletstorm отлично показал, что People Can Fly могут сделать зубодробительный экшен, не лишая его при этом проработанного сюжета, яркой постановки, сильной атмосферы и интересных персонажей. Ничего этого в Judgment нет. Но играется он при этом намного веселее и интереснее, чем вся трилогия Gears of War. Видимо, кто-то очень торопился выпустить игру до прихода нового поколения. Впрочем, более интересного варианта поиграть в кооперативе с друзьями на Xbox 360 так и не придумали. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...